Девушки отдыхают Девушки отдыхают Несмотря на то, что он миллиардер, у него нет ни личного острова, ни частного самолета, ни замка, ни захудалой яхты. Он использует только те вещи, которые ему действительно необходимы. Вместе с одеждой и ноутбуком это всего 55 предметов. А вы смогли бы существовать в таких спартанских условиях, зная, что на счету у вас десятизначная сумма? Или психанули бы и купили бы себе вертолет? Прямо сейчас попробуйте примерить на себя образ жизни миллиардера-минималиста. С чем ассоциируется миллионер? С богатством и кучей вещей, не правда ли? А вот в Швейцарии живет сказочно богатый человек, которому лишние предметы в жизни, мягко говоря, немилы. Едем знакомиться с Седриком Вальбургером, мультибиллионером-чудаком. 32-летний Седрик живет на Цюрихском озере. Вот его дом и имя на звонки. Доброе утро, заходите. Доброе утро, меня зовут Юлия. Рад знакомству, проходите. Вот и первая комната, гостиная. Здесь довольно мало мебели, но место есть. Когда приходят гости, мы здесь вместе едим. Хорошая гостиная. Ни дивана, ни кресел, ни телевизора, ни книжных шкафов. Вот тут мой кабинет. Здесь я сейчас провожу больше всего времени, ведь из-за пандемии мы работаем дистанционно. Тут стоит мой ноутбук. Может, хоть сейчас нам покажут немного шика. Тут наша спальня. Уютно. Если под словом «уютно» имелось в виду пусто, то да. Ни картин, ни украшения, ничего лишнего. Очень чистенько, всего три комнаты. И пластиковые стулья за пять евро на кухне. У Седрика на этот счет есть своя философия. Есть балласт, а есть вещи, которые мне нужны и которые обладают ценностью. Это все те вещи, которые я в конечном счете оставил. А все остальное, что только отнимало время, энергию и силы, я просто выбрасывал с течением лет и заметил, что все это мне не нужно. Я намного счастливее без всего этого, поэтому сейчас у меня совсем мало вещей. И это делает меня счастливым. Счастливый минималист Седрик амбициозен и дисциплинирован. Своё состояние он построил сам, делая умные вложения в стартапы. Но скоро ему придется инвестировать намного больше времени в личную жизнь. Через пару недель они с женой Еленой ожидают рождения первого ребенка. Седрик готовит перекус для Елены. Вся посуда в доме в его любимом цвете. Черный? Конечно, в этом есть элементы икры, но есть и причины, по которым я решил покупать только черные вещи. В одежде черный подходит к любому поводу, со всем сочетается. Из-за того, что мы оба всегда носим только черные, мы можем стирать всю одежду одновременно. И еще пара моментов. В черном цвете можно найти практически все, что угодно. И не надо тратить много времени на размышления. Мы всегда берем стандартные варианты в черном. Раньше у Елены была целая гардеробная, но после встречи с Седриком она тоже стала минималисткой. Сейчас пара живет в гармонии, но что будет после появления ребенка? Я много читала о том, что действительно нужно для ребенка. Вначале ему нужно лишь место для сна, что-нибудь из одежды и что-то из еды. Потомку приобрели семь ползунков. Должно хватить. И, конечно же, черного цвета. Остается один вопрос. На что же вы тогда тратите деньги? На чем мы не экономим, это путешествия и впечатления. Мы занимаемся банджи-джампингом, иногда летаем на вертолете. В этом мы себе не отказываем. Мы очень большое значение придаем приключениям и новым впечатлениям. Седрик хочет всегда быть готовым к спонтанным приключениям и деловым поездкам. Поэтому все его имущество должно помещаться в одной сумке, которую он постоянно носит с собой. Мне нравится гибкость, что утром мне никогда не надо задумываться, что взять с собой. Вот, например, мой гардероб. Все одежды, которые у меня есть, в нем. Вот, например, мои плавки, шорты для бега. Они всегда со мной. Я могу в любой момент решить поплавать или заняться спортом. Боксеры у меня их семь пар, то есть я стираю раз в неделю. Потом у меня есть три рубашки, одна из них на мне. Четыре футболки, брюки, которые на мне, и еще семь пар носков. Длинная рубашка типа пулловера и еще одна куртка для холодных или дождливых дней. У меня 30-35 предметов одежды, а всего имущества на данный момент около 55 предметов. Самые важные вещи – паспорт, пара переходников для ноутбука, сам ноутбук, фотоаппарат и мой сотовый, который всегда со мной. Если Седрик не пользуется каким-то предметом в течение 90 дней, или если не планирует им пользоваться следующие 90 дней, он его выбрасывает. Интересно, в бизнесе он также избирателен? На чем можно зарабатывать миллионы? Я инвестирую в идеи на раннем этапе. Поддерживаю их много лет, и если все получается хорошо, в конечном счете довольно много на них зарабатываю. При этом из 10 проектов, в которые я вкладываюсь, порядка 7 становятся банкротами, и мои деньги мне не возвращаются. Два остаются на плаву, а один, если повезет, будет очень успешным. Поэтому на моем банковском счету постоянное волнообразное движение. Седрик – так называемый бизнес-ангел. Инвестор, который поддерживает предприятие своим личным капиталом и опытом, а потом участвует в их успехе. Сегодня Седрик едет навестить одно такое предприятие – секс-шоп Амарана. Может, прежде чем мы перейдем к делам, быстренько пройдемся и посмотрим, что есть из новинок? Конечно, с удовольствием. Лукаш Шпайзер и Алан Фрай шесть лет назад решили открыть онлайн-магазин эротических товаров. Седрик вложился в их бизнес, он был их первым крупным инвестором. С тех пор объемы продаж постоянно растут. У Седрика очень много опыта в области стартапов, потому что он и сам основал несколько, и потому что всегда был с нами рядом, как партнер. Обмен опытом с ним всегда был очень полезен и, конечно, помог нам настолько развиться за последние 10 лет. В настоящий момент их магазин ведущий в своей сфере в Швейцарии. С двумя другими соратниками Седрик недавно основал собственное предприятие – Tomahawk, венчурный фонд. Они вместе инвестируют в международные компании и сопровождают их на первых стадиях основания. В общепризнанном смысле Седрик всего достиг, хотя сам так не считает. У него еще масса фантазий о будущем. У меня огромное количество идей – от получения лицензии пилота, чтобы научиться летать самому, до строительства собственного дома где-нибудь. В общем, куча разных идей и мечтаний. Но самое главное – я очень счастлив здесь и сейчас. Несмотря на свой минималистический образ жизни или как раз-таки благодаря ему. Ведь не всегда больше – значит лучше. Сегодня ты богат, завтра беден. Все в этом мире циклично, особенно мода и история. Есть даже теория, которая утверждает, что цикличны также поколения людей. Их всего четыре типа – пророк, странник, герой и художник. Из какого поколения вы? Сейчас все узнаете. Иногда нам кажется, что между нами и родителями пропасть непонимания. И судя по школьной программе, эта проблема повторяется веками. Но почему? Люди каменного века такой проблемы не знали. До появления внуков мало кто доживал, а престарелые родители старались с детьми не спорить. От лишних ртов семьи избавлялись сурово. В древней Японии даже существовал ритуал «убасутэ», когда стариков заводили в горы и оставляли там навсегда. Спустя тысячелетия родители отплатили детям той же монетой. В сказке «Мальчик-спальчик» семья бедняков отправляет детей в лес, надеясь, что они никогда оттуда не выберутся. Сказка основана на документальном материале средневековых реалий. До 18 века люди вообще не разделяли детей и взрослых. Ребенок был просто маленьким взрослым, трудился наравне со всеми и носил взрослую одежду, но только своего размера. Лишь в 19 веке детей, как самых неиспорченных из людей, стали ценить и оберегать, постепенно отменив детский труд и телесные наказания. Казалось бы, конфликт отцов и детей исчерпан, но нет. Теория поколений Штрауса Хоова показывает, что понять друг друга нам мешает разный набор ценностей. Родившиеся после войны бэби-бумеры росли в эпоху научных прорывов и резкого улучшения бытовых условий. Поэтому бумеры так ценят оптимизм, здравый смысл и комфорт. Что с яростью отрицает поколение Икс, разочаровавшееся в науке и молодежных революциях. Иксеры мало кому доверяют и стараются максимально отгородиться от общества. Миллениалы выросли в эпоху глобальных социальных и технологических сдвигов, поэтому верят, что нет ничего невозможного, ценят удовольствие и могут легко менять как профессию, так и точку зрения. Окруженные гаджетами с рождения, зумеры ясно видят приближение экологической катастрофы. Поэтому гедонисты-бумеры, ценники Иксеры и хамелеоны-миллениалы их раздражают. С такими качествами мир не спасёшь. А спасти мир в семье можно просто обнимашками. Помните, все поколения мам ценят обнимашки. Далее в программе. Эксперименты в мастерской. Посмотрим, как сталь принимает гальваническую ванну. Посмотрите, какая красивая. И узнаем, от чего зависит бесперебойная работа современного аэропорта. Электрохимия. Как много в этом звуке для сердца Крастера слилось. Слилось, превратилось в электролит, запустило процессы электролиза и мутировало до гальваники. А теперь все эти сложные слова превратятся в увлекательные эксперименты прямо на ваших глазах. Мастерская. Отворяй свои двери. Как же они похожи? Батарейка и лимон. В смысле, они похожи? Это практически одно и то же. Если добавить пару монет лимону, получится настоящая батарейка. Разрезаем лимон пополам. А теперь хитрым специальным образом вставляем в него монеты. Монеты у нас медные и цинковые. Делаем небольшие посадочные места. Соединяем цепь воедино. И теперь попробуем что-нибудь запитать. Ха! Калькулятор у нас заработал. Давайте проверим напряжение. Между крайними контактами у нас получается около полутора вольт. Такое же напряжение мы можем видеть на обычной батарейке. Все дело в электролизе. Лимонная кислота активно окисляет цинк. А медь лимонной кислотой окисляется неохотно. Естественно, что при таком подключении постепенно разъедается цинковая монета. И чем больше мы снимем электричество с такой батареи, тем быстрее съедается цинк. Вот у нас есть один такой агрегат. Это водородно-кислородная горелка с очень жарким пламенем. В этом аппарате нет никакого ни водорода, ни кислорода. Мы его туда не добавляем, он там не смешивается. Но зато там есть раствор щелочи и обычная вода. Как только мы включаем этот аппарат в розетку, у нас начинает вырабатываться водород. Вся суть в том, что в самом аппарате образуется кислород и водород. А при их сгорании получается огромная температура и вода. То есть с помощью электричества мы можем разложить раствор на составные части. Это очень мощный метод. Чуть сложнее дела обстоят с обычной водой. Она ток не проводит. Но здесь у нас раствор щелочи. Стоп! А как же история о том, что людей бьет током через обычные мокрые руки? Ну, на самом деле вода редко бывает чистой. Давайте посмотрим. Здесь у нас находится соленая вода. Так же, как и в обычной питьевой воде, здесь достаточно солей, чтобы проводить электричество. Что же произойдет с обычным мобильным телефоном, если мы его окунем в воду? Бультык. Он выключился практически сразу, потому что растворы солей очень хорошо проводят электричество. У меня есть второй телефон. И мы его сейчас окунем в дистиллированную, химически чистую воду. Как вы можете заметить, в дистиллированной воде телефон чувствует себя абсолютно прекрасно. Так же, как и на воздухе. То есть среда электричества не проводит, он себе там замечательно работает. На самом деле он, скорее всего, выключится. Все-таки маленькое содержание солей остается. Очень сложно получить химически абсолютно чистое вещество. Ну вот, я же говорил, прошло какое-то время, и он выключился. Если телефон не досушить, и аккумулятор из него не вынимается, в нем начинается знакомый нам процесс электролиза. То есть фактически телефон начнет разъедать сам себя изнутри. Если так много процессов происходит с участием электролиза, может быть, его как-то еще можно выгодно применять? Без изобретения электролиза мир был бы совсем другим. Вот только некоторые из его видов. Электродиализ превращает морскую воду в пресную. Воду пропускают через аппарат с односторонними мембранами. Включается ток, ионы солей притягиваются к электродам. Мембраны пропускают ионы только в одну сторону, а молекулы пресной воды идут дальше. Пассивация не дает ведру заржаветь. Ведро погружают в раствор с ионами металлов, пропускают через раствор ток, и отрицательно заряженные ионы намертво приклеиваются к поверхности ведра, создавая защитную пленку. Металл не окисляется, а значит, не ржавеет. Гальвана пластика сделала виниловые пластинки массово доступными. Алюминиевая пластина с прорезанной в слое лака звуковой дорожкой помещалась в кислотный раствор никеля. Туда же помещался электрод, и под воздействием тока никель выделялся из раствора, притягиваясь к пластине. В результате получалась прочная металлическая матрица для копирования, и музыка пришла в каждый дом. А давайте-ка проведем еще один опыт. Смотрите, что у нас есть. Батарейка, к которой подключены провода. Один положительный провод идет к пластинке меди. Также у нас есть стальное сверло, к которому мы подключаем отрицательный провод. Он же минус. Далее. Окунаем сверло в раствор, и оно практически сразу начинает покрываться медью. То, что мы сейчас делаем, называется гальваническим покрытием. Это одна из реакций, протекающих в электролизе. Медь мы уже можем наблюдать на сверле. Посмотрите, какая красивая. Уу, и слой красивый. Когда мы подаем напряжение, медь с вот этого электрода, с этой пластины, переходит на стальное сверло. Вот такое вот сверло, покрытое медью, уже не будет ржаветь. Эх, что бы еще покрыть? Все эти красивые вещи, и сверло, и ключ, и ложки, придется вынуть из карманов и показать на входе в здание, куда мы отправляемся прямо сейчас. И там же тончайшей пленкой могут покрыть ваш багаж. И далеко не все батарейки можно брать с собой на борт. Конечно, это аэропорт. Давайте узнаем, как устроен этот сложный, технологичный организм. Все мы любим путешествовать и открывать для себя новые места. И, безусловно, это не было бы возможным без самолетов. Авиаперелеты помогают осуществлять международные сделки, объединяют влюбленные сердца и превращают мечты об отдыхе в реальность. Все, что нужно, чтобы попасть в самолет, приехать в аэропорт. Но за комфортом каждого из миллионов путешественников стоит огромная работа слаженного коллектива аэропорта. И сегодня команда «Галилео» познакомится с подразделениями аэропортовых служб и узнает, как все устроено. Координация действий всего аэропорта осуществляется вот в этой башне. Здесь располагается небольшой коллектив Центра управления и координации. Диспетчеры следят за всем происходящим в здании аэропорта, а также на перроне, так называется парковочная стоянка самолетов, и на взлетно-посадочной полосе. Эти ребята контролируют назначение стоек регистрации, выхода на посадку и распределение лент в выдаче багажа. А также координируют абсолютно все службы и технику на перрон. Автобусы для пассажиров, технический персонал и технику, обслуживающую самолеты. Все службы аэровокзального комплекса работают нон-стоп. Команде «Галилео», которая тоже без устали разыскивает интересные истории, разрешили отследить подготовку вылета пассажирского самолета в режиме реального времени. Пассажиры, как правило, прибывают в аэропорт за полтора часа до вылета и идут к стойке регистрации сдачи багажа. Проверяются вес, габариты и целостность каждого чемодана. За 40 минут до вылета регистрация на рейс и прием багажа закрываются. Общий вес багажа сообщает диспетчеру по центровке самолета. Он следит за тем, чтобы багаж в зависимости от веса был расположен в багажном отсеке в правильных местах. Все для того, чтобы не нарушить центр тяжести самолета. Это очень важно для безопасности полета. А иногда он дает распоряжение пересадить пассажиров поближе к носу самолета. Так что, если вас пригласили пересесть на места бизнес-класса, знайте, просто кто-то везет очень много сувениров из отпуска. До вылета час. Наш самолет только приземляется, и его тут же окружают различные службы. Агенты службы перронного обслуживания заранее связываются с экипажем и уточняют, что нужно привести в порядок в самолете. Или, если необходима медицинская помощь кому-то из пассажиров, заранее организовывают бригаду помощи к трапу. То есть самолеты еще в воздухе, а службы уже хлопочут на благо прибывающих пассажиров. Итак, наш самолет заруливает на стоянку. Он еще не остановился, но уже окружен заботливыми представителями служб аэропорта. Железной птице нужно почистить перышки после полета на высоте в десяток километров. Служба перронного обслуживания приступает к оперативной работе с самолетом. Выгрузка багажа, заправка топливом, свежей водой и загрузка нового багажа. Кстати, обычные регулярные рейсы помимо багажа пассажиров перевозят коммерческие грузы и даже почту. Пока будущие пассажиры ожидают объявления на посадку, багаж путешествует по системе под названием «Вандерлэнд». Это автоматический сортировщик багажа, который распределяет наши чемоданы, сумки и любой другой груз по рейсам. Каждому рейсу назначается свой склиз. Это горка, по которой съезжают чемоданы и попадают в руки рабочих, которые отправляют их на тележках к самолету. Умная система знает, какому склизу соответствует каждый чемодан и просто отправляет в нужную горку. Тем временем наш самолет заправили, сделали уборку и напоследок с помощью специальной машины выкачали нечистоты из туалетной системы и залили свежую воду. Теперь воздушное судно готово к знакомству с новым экипажем. Командир, второй пилоты и бортпроводники заходят в самолет и незамедлительно приступают к работе. Пилоты проверяют техническую исправность всех систем, а стюарда и стюардесса — состояние салона. Самая ответственная часть работы на командире. Он осуществляет визуальный осмотр самолета и независимо от погодных условий тщательно проверяет внешнюю исправность воздушного судна. Ничто не укроется от придирчивого взгляда опытного пилота. Кажется, командир всем доволен и поднимается на борт воздушного судна, чтобы занять свое место у штурвала. И после проверки всех систем дает разрешение на посадку пассажиров. Как только все пассажиры разместились согласно своим местам, командир сообщает диспетчерам о готовности самолета ко взлету. По команде диспетчера руления наш самолет выводится на точку запуска на буксире. Оказавшись на точке запуска, отпускается тягач, запускаются двигатели, и самолет на собственной тяге движется к взлетно-посадочной полосе под управлением командира воздушного судна. И долгожданный момент настал. Всего через час после приземления самолет с пассажирами готов взмыть в небо и направиться в другой город или страну. И уже несколько часов спустя кто-то обнимет своих родных, проведет удачную сделку, вдохнет полной грудью свежий воздух и порадуется началу отпуска. А наш самолет также заботливо встретят и подготовят к очередному полету службы другого аэропорта. К какому бы поколению ни относился миллиардер-минималист из Швейцарии, мы уверены, что рано или поздно он инвестирует в проект, подобный Галилео, и выведет развлекательную науку на новый уровень. А пока мы будем справляться сами. Тем более, что у нас вроде как неплохо получается. По крайней мере с электрохимией. До встречи в следующем выпуске. Пока!